Дина, добрый день. Доброе утро, так вернее будет сказать. Я очень рад, что мы с вами сегодня встречаемся. Я сразу заметил, у вас дивные глаза, какие-то глубокие. Спасибо, это лучший комплимент женщине. Это от мудрости? Нет, я думаю, это от готовности всегда принять и всегда ответить, потому что все-таки уже очень много лет я так называемая публичная персона. И отец и мать у вас с Украины? Да. Откуда? Мама из Полтавы, вернее она родилась в Золотоноши, потом переехала в Полтаву, из Полтавы эвакуировалась, будучи 17-летней девчонкой в Ташкент, там она закончила САГУ, надо сказать, у московских профессоров, потому что московские и питерские университеты были эвакуированы в Ташкент. Вот. А отец из Харькова и мальчишкой попал на фронт, ну, 15 лет ему было. Попал на фронт, потом провоевал и вернулся, искал тоже родителей, оказался в Ташкенте. Они встретились в Ташкенте? Они встретились в Ташкенте. Вы считаете себя потомком спинозы? Ну, я считаю, как получается. Родители с Украины встретились в Ташкенте, а вы потомок спинозы. Так бывает. Почему? А что, почему я потомок спинозы или почему? Потому что папа помнил прекрасно этот лист, он же был уже мальчиком, который помнил все. Этот лист, который хранился в семье. Дело в том, что у самого спинозы, у Бенедикта спинозы, в барах спинозы, не было детей, он был одинокий. Он был одинокий шлифовальщик стекол. Вот. Но у него были брат и сестра, и вот по этой боковой линии там были дети, и там было все это. И постепенно из Португалии в Голландию семья кочевала. Потом из Голландии в Германию, из Германии, из Германии в Польшу. Еще мой дед, прадед, был варшавским извозчиком, очень грубым человеком. Настолько грубым, что мой дед бежал из дома от своего отца и никогда больше не возвращался туда. Вот. Ну, а потом каким-то образом он попал на Украину. Ваш отец художник, мама, преподаватель истории. Вы закончили в Ташкенте музыкальную школу по классу фортепиано, как я понимаю. И консерваторию. Потом консерваторию, потом преподавали в Институте культуры. Ну, годик. Что преподавали? Фортепиано, аккомпанемент, как-то, знаете, традиционно. Ташкент. Вот был даже фильм, я помню, в 60-е или 70-е годы, назывался Ташкент, город Хлебный. Да, по книге. Ташкент, город Хлебный? Очень, очень. Что за город Ташкент? Что это за планета была? Вы знаете, это был совершенно отдельный регион. Во многом благодаря, конечно, эвакуации, безусловно. Но еще до эвакуации, до эвакуации, еще в конце 19 века, когда русские царские, так сказать, войска заняли Туркестан, и началась совершенно какая-то особенная жизнь там. Там началась особенная жизнь. Там началась такая, знаете, такое, знаете, колониальное бытие. И в этом смысле это все очень похоже, на самом деле, там, что-то и на Индию, что-то на какие-то страны, где, скажем, Британия вносила какое-то свое существование. Это был особый мир. Мир сосуществования. Потом, естественно, борьба с басмачами, значит, опять приток людей. Потом репрессированные или умницы, которые почуяли вот этот вот запах будущего листа и бежали туда, те, которые были поумнее. Вот все это были очень-очень-очень непростые судьбы, непростые люди. Но, кроме всего прочего, добавьте сюда еще и переселенные Сталином крымские татары. Ну и, в общем, там была такая община замечательных казанских татар, очень интеллигентных и даже интеллектуальных людей с высшим образованием. Ну и потом немцы. Немцы по Волжье, которые были переселены. Тоже совершенно отдельная община. Мощная армянская община. Очень хорошая грузинская община. Греки, греки. Греки-коммунисты, которые бежали из Греции. Многонациональный какой город? 108 национальностей. А у югуры? Конечно. Безусловно, были узбеки. Конечно, были узбеки. И тоже очень разные. И очень разные. В том числе были, конечно, и сельские узбеки, которых привозили для того, чтобы обучить тому-то и тому-то. Разбавить немножко. Совершенно точно. Но были очень интеллигентные узбеки. И это была тоже особая публика. И, конечно, были евреи. Евреи бухарские, крымчаки и, естественно, евреи, те же самые украинские, российские евреи, которые были уже, конечно, после войны. В 1966 году, да, в Ташкенте было жуткое землетрясение. Практически весь город сравнялось с лицом земли. Вы знаете, это не совсем так. Землей сравняла дружба народов, снабженная экскаваторами. На самом деле, да, Ташкент, там какие-то глинобитные хибары потрескались. Например, у моего дяди просто выпала стена дома, выпала наружу, и его дом являл такую, знаете, сцену. Был даже занавес. Перетянутся на веревке, висела простыня, чтобы просто было можно как-то спать. Да, конечно, были такие глинобитные хибары, которые полопались, потрескались. Но, в общем-то, например, целый район Челанзар, где мы жили, кирпичный, вполне новый район, он прекрасно остался. Но из Ташкента решили сделать образцово-показательный звук, демонстрирующий дружбу народов. Совершенно точно. И вот эти вот эскаваторы, которые прибыли со всех сторон, и они принялись сносить вот это вот все, милые особнячки, милые, совершенно замечательные карагачи, мощнейшие, как недавно срубили целый сквер революции в Ташкенте. Стал красивый город после того, как эскаваторы прибыли, поработали? Вы знаете, вы знаете, ну вообще красота такая вещь, о которой можно поспорить. Он стал масштабным, он стал широкоформатным, он стал мраморным, ведь под Самаркандом было свое месторождение мрамора. И поэтому метро в то время в Москве и в Питере станции, новые станции метро были похожи на общественные туалеты кафельной плиткой просто. А в Ташкенте это был розовый, голубой, коричневатый, с искрой мрамор. Это было очень красиво, была красивая станция метро. И Ташкент был такой. Потом там, знаете, архитекторы ташкентские добавляли такой восточный колорит, а именно они закрывали окна, иногда большие окна, такими, знаете, решеточками, резьбой по ганчу. Это ведь национальная черта, национальный промысел, резьба по ганчу. Это было красиво. Были какие-то очень красивые здания. В общем, Ташкент стал такой запрограммированной столицей. И это был уже другой город. Когда началась перестройка, советские люди узнали, что Ташкенте в Узбекистане приобрела особый размах коррупция. Хлопковые дела пошли одно за другим. Снимали первых секретарей обкомов партии, дошли до представителей Совета Министров. Что-то случилось с Рашидовым, первым секретарем ЦК. Говорят, застрелился. Отличный приступ якобы, да. Может быть, застрелился, а может быть, и застрелили. Восток дело тонкое. Вы знали о размахе коррупции в Узбекистане, там живя? Ну, послушайте, не знать... Деньги ходили вообще? Не знать это мог только слепо-глухонемой человек. Понимаете? Конечно, разумеется, абсолютно, я уверена, такая же коррупция была в Киргизии. Абсолютно такая же коррупция была в Таджикистане. В Грузии. Ну, о Грузии мы вообще не говорим. Это было торжество. Это был просто Эверест какой-то коррупции. Конечно, была коррупция. Это Восток. Восточные деспотии, а советский Узбекистан все равно был восточной деспотией. Восточная деспотия – это всегда кормящиеся чиновники, кормящиеся на подаянии, на взятках от народа. Это всегда, естественно, какое-то, знаете, низкопоклонство перед чиновником более высоким. Это очень сложная система взаимоотношений. Это Восток. Одно слово – Восток. Для того, чтобы Восток стал Западом, я не знаю, что надо сделать. Да ничего не надо делать. Возможно, и не надо ничего. Потому что, когда мы пытаемся, когда Запад пытается что-то делать с какой-нибудь арабской деспотией, то получается арабская весна, и получается то, что случилось в Египте, когда из нормальной страны, когда диктатор был гарантом какой-то более или менее стабильности. Стабильности какой-то. Когда снесли, так сказать, Мубарака, между прочим, крепкого мужика, военного летчика, серьезного человека, который поддерживал спокойствие в регионе. И что мы получили? Площий так мир из насилованных журналисток, отрезанные головы британских полицейских, ну и так далее. Восточная деспотия – это, знаете, форма правления. И с ней надо очень осторожно обходиться. То есть, деньги ходили, были богатые люди, вы видели их? Конечно. Ну, безусловно, я видела. Безусловно, я видела и Павлинов где-нибудь в парке, на даче какого-нибудь. Надо сказать, что я переводила зятя Рашидова. Он был писателем. Да, Шараф Рашидович писал, членом Союза писателей. Вот у него, естественно, его переводили более старшие товарищи, но у него был зять. Который тоже баловался этим. Который тоже баловался этим. И вы знаете, он был небесстоланным человеком, Нурали Кабул. Я перевела, ну, перевела. Понятно, что мне дали подстрочник. Подстрочник имел такой примерно вид. Зашло солнце, утренний солнце. Зулфия огород стал редиско копать. Его девичье сердце трепещет от любви. Все это надо было... Все это надо было... Перевести на человеческий язык. Да, едва солнце тронуло рассветную гладь неба. Зулфия проснулась с тревожно бьющимся сердцем. А редиско? Ну, и так далее. Ну, редиско, само собой. Вот. Это все было. Но Нурали... Ну, естественно, он возглавлял какой-то журнал очень толстый и так далее. Я вдруг увидела какую-то искру вот в этом подстрочнике. Там была очень трогательная история. Дело в том, что его собственный отец по ошибке застрелил его младшего брата. Принял его за волка. Он просто стрелял, а мальчик играл там в зарослях. Эта страшная трагедия послужила импульсом вот к творчеству, к такому позыву. И Нурали написал очень трогательную вещь. Я ее просто переписала. Я написала так, как написала бы на этот сюжет я. И, вы знаете, ее потом перевели на многие языки с моего перевода. Вот. Но это было очень трогательно. И Нурали очень благодарно отнес. Он не мог понять, почему мне не нужна квартира, почему мне не нужно... Как бы ничего. Почему? Единственное, что я прошу, это пачку машинописной бумаги для пишущей машинки. И он говорил... Более того, я всегда старалась быть возле сына, потому что у меня был в то время маленький сын. И когда он собирал застолье какое-то, я всегда там в свои 8 часов вечера вставала, извинялась, говорила, мне нужно домой. Он говорил, я за что Динка уважаю. Он хороший мат. Вот я так и живу с имиджем. Хороший мат. Он хороший мат. Да. Узбекская литература представляла из себя что-то? Вы же переводили не только одного Нурали. Я знаю, что вы переводили многих. Мне классики и русская, и украинская литература говорили, что вообще все это литература братских народов. Акын стоит на высокой горе, всадник скачет на коне. Вы знаете, это, конечно, не так. Потому что литература существует. И узбекская литература есть, и персидская литература есть. И есть древние литературы. Это, конечно, не так. Но существовала советская узбекская литература. И вот эта вот вся литература, это, конечно, был абсолютно... Это был мрак, фасад. Но были молодые ребята, очень талантливые. И они писали очень хорошие стихи. Действительно была поросль молодых ребят. Понимаете, легче всего сейчас вот создать такую картину, что, понимаете, Акын, это твоя моя и так далее. Это легче всего. Это неправильно, несправедливо. И, в конце концов, это даже глупо. Потому что земля никогда не устает рожать таланты. Никогда. Понятно, мы можем говорить о разной степени пассионарности разных народов. Это совершенно другая тема. Но я вас уверяю, что у всех народов были всплески. И есть там и сям рождаются люди талантливые. В той области, в другой области. Конечно, была литература. Конечно, были молодые талантливые поэты, безусловно. Я сейчас не буду вспоминать какие-то определенные имена. Мне кажется, это не стоит. Но они были. Они были, конечно. Их давили, конечно, безусловно. Их и сейчас давят, я думаю. Сколько лет вы прожили в Ташкенте? Ну, я просто родилась и прожила 30 лет там. Вы сейчас, в эти годы, возвращались туда? Нет. Последний раз я там была лет 11-12 назад. Это был уже совершенно не мой город. Это был другой город. Фасад тот же, декорации. Вы знаете, даже и фасад изменился. Фасад изменился, потому что они там продали какой-то немецкой фирме знаменитый Алайский базар. Алайский базар – источник вдохновения очень многих писателей и поэтов, которые в эмиграции были в Ташкенте. Видите, там же были кто угодно, и Раневская, и Ахматова, и я просто даже не буду перечислять. Были замечательные люди и описывали этот Алайский базар. Короче, Алайский базар превратился в такой, знаете, мощный, поделенный на какие-то павильоны мраморные зачем-то такой городок. И это было уже не мое. И все уже было не мое. Хотя, конечно, какая-нибудь цветущая джида, какая-нибудь сирень ростом с футболистку, баскетболистку Раю Салихову – это, конечно, продолжало оставаться и источать какой-то запах детства и запах юности. Вы на фортепиано играете до сих пор или нет? Нет. Вы знаете, фортепиано – это не игрушка. Фортепиано – это тяжелый очень. Ежедневный. Вещи – это ежедневный труд, утомительный, мучительный, беспощадный. И с этим играть нельзя. В свое время я рассталась совершенно сознательно с музыкой. Сейчас я к ней возвращаюсь, но возвращаюсь совершенно иначе. Я возвращаюсь через творчество. Вот сейчас, например, новый роман, который я пишу, называется «Русская канарейка». И он в двух книгах. Первый том закончен, сейчас я работаю над вторым. И там главный герой вообще – контртенор. Это мужское сопрано. И мне приходится очень много работать над этой музыкальной темой. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube-каналах в гостях у Гордона Дмитрий Гордон и Олеся Бацман появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка – «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи со мной и с Олесей Бацман на ее канале до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Ваш первый рассказ «Беспокойная натура» был опубликован в журнале «Юность», когда вам было 16 лет. Но что такое «Юность» для тех, кто не знает? Я скажу, это один из самых популярных журналов Советского Союза, выходивший многомиллионным тиражом. Редактором журнала был Борис Полевой, автор «Повести о настоящем человеке». Вот затем Андрей Дементьев. Все забыто, конечно. Другая эпоха. В 16 лет девочке из Ташкента опубликоваться в «Юности», без блата, без протекции. Сложно было? А вы знаете, это на самом деле не так. Там был действительно слой писателей, которые должны были как-то соответствовать. У каждого журнала было свое лицо, у каждого журнала был свой профиль. И дело даже не в протекции. А иногда, например, присутствовал какой-то географический фактор. Девочка из Ташкента, например. Девочка из Ташкента прислала... Я послала один из своих рассказиков, написанных от руки. Во-первых, его могли выкинуть в корзину. Потому что никто не обязан ломать себе глаза об этот почерк, да еще такой мерзкий. Но этот рассказик, эта тетрадочка попала в руки Виктору Славкину. Замечательному другу, прекрасному человеку, очень талантливому человеку, драматургу, юмористу и так далее. И Витя прочел и стал ходить просто по комнатам редакции и говорить. Смотрите, ребята, девчонка из Ташкента прислала очень забавный рассказец. И читал его. И вот этот... А поскольку Витя был Галкой Галкиной, он сидел в этом отделе, то он и счел возможным взять вот эту девчонку и опубликовать. О чем рассказ был? Слушайте, во-первых, я его не перечитывала 40 лет. Во-вторых, это был какой-то треп, но треп артистический. Вы знаете, вот я до сих пор считаю, что писатель должен быть артистом. Конечно. И сейчас в прозе побеждает артист. Вот тогда вот в этой девчонке классный шут. И, в общем, совершенно мерзкая, конечно, ученица. По-видимому, существовала какая-то пружинка, заставляющая, вот как смотрят в классе на какого-нибудь там, я не знаю, там, Мишку Ароновой или Ваньку, там, я не знаю, Кузнецова, который выскакивает к доске из-за спины учителя, что-то такое там это самое. По-видимому, что-то такое во мне было. На меня смотрели и в меня вчитывались, даже если там ничего не было такого. А я так понимаю, во всяком случае, я не вставляю этот рассказик ни в один, никогда не вставляла ни в один свой сборник. Я думаю, что это полная чепуха. Вы не ожидали, что его опубликуют. Вы просто наобум. Вот правильно. Я просто забыла. Я послала и забыла. Вы не представляете, какой я была балбеской. Это было что-то несусветное. Я была скверной ученицей. Я ужасно плохо. Но я все время писала. По-видимому, я родилась с этим вот тиком, знаете, в руке и в голове. Я все время писала. Я описывала этот мир. У меня была с ним какая-то связь, знаете. Я его как-то пропускала через себя. И мне вот эти буквы... Потребность была. Да, вот это мне хотелось все время записать. Все. Все записать. И у меня была куча этих рассказов. Я не знала, куда их девать. Мама выкидывала эти тетрадки. Потому что надо было учить. А глушительный гонорар на вас свалился? Вы знаете, огромный. Огромный. Девяносто восемь или девяносто два, не помню точно. Девяносто пять. Ну, девяносто с чем-то рублей. Много. Это была зарплата. Конечно. Машего инженера. С этого начинали. Месяц. Месяц. Да. Мама совершенно обалдела. Домашние обалдели. Они стали иначе к вам относиться? Да. Ну, надо сказать, что отец... Он человек более, знаете, гибкий в этом вопросе. У меня отец, которого я, к сожалению, потеряла два месяца назад, он вообще был необычный человек. И он часто, когда мама начинала давить и требовала меня к какому-то возвращению, к какому-то нормальному образу жизни, нормальному образу нормального человека, вдруг отец... Вот мой деспотичный отец, которого мы все боялись, вдруг в какой-то момент говорил, оставь ее в покое. Вот это тот момент, который давал мне вздохнуть. Оставь ее в покое, говорил он. И в итоге, во всем, даже в моей первой несчастной личной жизни, вот в какой-то момент именно папа говорил, отпусти ее, пусть делает что-то, оставь ее в покое. И это мне сильно помогало в жизни. Почему личная жизнь была несчастная первая? Ну, это обычные дела, девчонка выскочила замуж, там, 17 лет встречалась, в 20 выскочила замуж, не подошли по характеру. Потом я очень доминантная, и мне, по-видимому, нужен был совершенно другой человек, понятно какой, мой второй муж, тоже художник, погруженный в себя. Погруженный в себя, человек, который делает свое дело, понимаете? Человек, который все время оставляет в покое меня. И все, и тогда все получилось. Слава Богу, у нас... В 16 лет опубликоваться в одном из самых лучших журналов страны. Ну, это страшное дело. Самых популярных. Самых популярных и самых лучших. Там публиковались выдающиеся люди в этом журнале, в юности. И даже более того, мне Руслан Киреев, который в то время сидел в «Новом мире», говорил, что очень многие, те, которые проходят через журнал «Юность», их не принимают, вот потом они публикуются в «Новом мире», в «Дружбе народов» и так далее. Я спросила, почему? А он сказал, портрет. То есть, девочка из Ташкента, 16-летняя, подчеркиваю, публиковаться в «Юности» тогда. У вас ничего не случилось с вами? Ничего не произошло? Вы знаете, слава Богу... Не унесло? Это была такая замечательная прививка. Причем, это была прививка на всю жизнь. Я отнеслась к этому как к игре. Это было очень забавно. Это было забавно, смотрите, и было смешно, потому что я послала фотографию пляжную, значит, отрезав по плечи и решив, что это будет так как бы вот сарафан. И мне пририсовали школьный воротничек. А они же фотографии давали, да? Они давали фотографии, я и говорю, фото, фото. Сказал мне Руслан Киреев, когда я спросила, а почему же, он сказал, портрет, сказал. И писатели, оказывается, придавали этому значение. Придавали значение, представляете? Я не придавала этому значение, потому что я была девчонка совсем соплячка. Но, тем не менее, я обалдела, когда мне пририсовали школьный воротничок. Я поняла, что в этом что-то есть, я поняла. По-видимому, писатель не может фигурировать с пляжной фотографией. Что-то в этом есть. По-видимому, не всегда из подня надо выворачивать. Это, кстати, мне много дало на будущее. А потом, значит, я послала еще один рассказик, второй рассказик, третий рассказик. И опубликовали? Они публиковали до тех пор. А потом я переползла в отдел прозы. Они долго меня опубликовали. До тех пор, пока не стало писать что-то приличное. И вот когда я написала повесть на Верхнемасловке, которая потом... Экранизирована. Экранизирована. Я переведена на кучу языков. По ней пишут разные диссертации в разных западных университетах и прочее, и прочее. И вот когда ее не взяли... Вот тут стоп. Да. Вот тут я поняла, что я перестала им быть интересна, как девочка. Во-первых, я переехала в Москву. Я стала одной из... Одной из них. А это уже было другое дело. В общем, что-то поменялось в воздухе, что-то изменилось. И, по-видимому, что-то изменилось во мне. Вот. Нескромный вопрос. Сколько журналов со своим первым опубликованным рассказом вы купили? Вы знаете... Ну, только не скажите, что один. Нет. Во-первых, мы даже не выписывали этот журнал. Семья не выписывала. Его, знаете, очень трудно было купить, потому что его выписывали, этот журнал. Просто знакомые приносили. По-моему, было 3-4 журнала. И, кажется, у меня даже один где-то еще валяется дома. То потом, понимаете, у меня, слава богу, склад ума достаточно... Рациональный. И рациональный, и ироничный. И к себе я отношусь очень спокойно. Как важно. Ироничный склад ума. Совершенно точно. И к себе отношусь очень спокойно. И во всем, что касается творчества, еще и очень мнительно. И все время кажется, что что-то ужасное написала. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты Гордон в шоколаде, птичье молоко. А еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. А еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. В 26 лет вы стали самым молодым в Советском Союзе, членом Союза писателей СССР. Был такой дел, да. Вожделенное вообще место. Член Союза писателей СССР, это звучало так гордо. Да, да, да. Вы самый молодой за всю историю этого Творческого Союза. У вас складывается отличная перспектива жизненная. Все хорошо, вдруг вы все бросаете и уезжаете в Израиль. Вы знаете, во-первых, я уехала в Израиль спустя 10 лет после того, как я стала членом Союза писателей. Когда я поняла, что... Да, конечно, это дает что-то, какие-то блага жизненные. Скажем, я всегда могу отвезти детей в какой-нибудь дом творчества. Я могу получить раз в неделю пищевой заказ продуктовый. Там была гречка, курица, коробка конфет, которые я могла подарить врачу в поликлинике, между прочим. Союза писателей. Палка колбасы. Палка колбасы, естественно, да. Зеленый горошек. Да, сосиски китайские тоже, между прочим. Нет, это все было очень... Живи да радуйся. Это было все очень серьезно, да. Ну и московская квартира. Я приехала к мужу тогда в Москву. Нет, нет, никаких кабинетов у меня не было, потому что у меня муж художник, ему нужна мастерская. У меня никогда не было никаких кабинетов. Первый кабинет, надо сказать, у меня появился закуток в моей вот последней квартире, когда мне исполнилось 50 лет. Вообще в 50 лет у меня знаковые вещи появились в доме. Во-первых, у меня появилась супружеская кровать. До этого мы спали в мастерской на раскладном диване. У меня появился обеденный стол, настоящий обеденный стол. И у меня появился кабинет и письменный стол. А до этого я писала... Ну, оставим молодость, когда ту же самую верхнюю масловку я написала, гуляя с дочкой и качая коляску, блокнотики на колени. Вот, как и двойную фамилию. А вот, да, вот письменный стол, его никогда не было. У меня был такой маленький такой столик, типа этого, но такой вот квадратный. И там стояла пишущая машинка, потом появился компьютер. Но за спиной у меня все время орал телевизор, потому что дети хотели смотреть вот эту израильскую передачу «Зе-узе» и юмористическую. Где мужики накрашенные и с накладными сиськами бегают друг за другом, щиплят друг друга за задницу. Я в это время писала роман, по-моему, «Да, вот идет мессия». И все это было прекрасно, и я отлично со всем этим жила. Но и в дальнейшем тоже мне понравилось, когда появился кабинетик и стол, да, отлично. Нет, вы знаете, я очень человек благодарен. То есть вы в Израиль уехали за кабинетом, за столом? Вы знаете, я в Израиль приехала с двумя парами трусов, причем не своих, а мужа и сына. Потому что 20 килограмм на человека, которые мы могли взять, занимали кисти, краски. Книги, небось? Книги, нет, не вошли в эти 20 килограмм. Контейнером пошли? Нет, мы, к сожалению, не смогли отправить контейнер. Нет, нет, нет. Все это мы не могли взять. Были 20 килограмм на человека. У нас даже постельное белье, ну там какие-то подушки, какие-то наволочки, все осталось в Шереметьево. Потому что надо было доплатить этому таможеннику, мы надеялись, что мы дадим взятку, к вопросу о взятке. Но сменился, не тот таможенник был, и поэтому нас очень-очень-очень страшно трепали. И вот лаки, банки, значит, с лаком, краски и холсты. Холсты, завернутые в рулоны тяжелые, это было все. Но я увезла с собой свой любимый кжельский чайник, который я увезла в дамской сумочке, завернутый в две пары трусов, чтобы он не разбился. И увезли с собой память. И увезла с собой, да, 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 память, конечно. Вот с этими двумя парами трусов мы начали жизнь в Израиле. Почему уехали? Ну от благополучной советской жизни. Вы знаете, Дмитрий, это был, это, я сейчас, все, чем больше проходит время, тем труднее мне ответить на этот вопрос. Вернее, сейчас я понимаю, что во многом, вот в этом отъезде была еще такая, знаете, подспудная, неуемная жажда перемены сюжета. Сюжет надоел уже, да? Были внешние обстоятельства. Внешние и очень эмоциональные обстоятельства были в следующем. Это был 89-й год. Уехали мы в 90-м, нас почему-то год продержали, не давали разрешения. В то время, как остальные просто получали в течение двух недель уже. Почему-то, по-видимому, это два писателя, этот художник, а муж в то время делал спектакли на Таганке, оформлял спектакли. Он был достаточно, так сказать, видным человеком, членом союза художников. У вас и деньги были. Да, в деньгах никогда, понимаете, деньги это всегда такая другая совершенно реальность и не имеющая отношения. Даже когда их совсем не было в первые годы эмиграции, даже когда я мыла вилы богатых израильтян, это был какой-то задник мысли. Понимаете? Не про это было. Жизнь у меня не про это совершенно. И когда я сейчас получаю большие гонорары, когда меня книги кормят, опять-таки жизнь не про это. Черт побери, все хорошо в Советском Союзе. Ну, в Советском Союзе плохо, но у вас все хорошо. Вы знаете, да, у меня было все достаточно хорошо, кроме того, что мне не нравились листовки, которыми была обклеена наша остановка, троллейбусная. Какие? Это были листовки общества память, это была газетка «Правда Тушина». Мы жили в плохом районе. То есть, он был как бы территориально очень неплохой, там, ну, достаточно недалеко от метро. А вы никогда не задумывали, что это сионисты сами обклеивают листовками остановки, чтобы евреи уезжали? Я не думаю, потому что я видела драку, когда на заседании апреля, я была членом этого знаменитого, так сказать, как бы общества апрель писательского, я видела драку, когда туда Асташвили пришел со своей компанией. Нет, нет, видела, меня чуть не убил возле киоска, тоже такой господин уголовного вида. Нет, нет, нет. И когда, понимаете, когда мой сын пришел с пришпиленной задик его вот школьной курточки записки, он не заметил, видно, ему кто-то из учеников пришпилил, на которой было написано «Я жид», это все не сионисты ему приклеивали, понимаете? В воздухе витало что-то. Знаете, вот мой дед всегда говорил, туда, где тебя любят, ходи редко, туда, где не любят, ногой не ступи. Я поняла, что меня не любят, вот эту ситуацию я не выношу никогда с детства. То есть вы уехали от нелюбви? Я уехала от нелюбви, я уехала от чувства оскорбительного существования, понимаете? Мне не нравилось это существование. Я хотела, чтобы мои дети выросли там, где они не будут объясняться, почему они здесь, что они сделали кому, или что они кому-то не сделали. А вы понимали, куда вы едете? Что в этой стране очень много приезжающих людей, что там нет работы? Нет, нет, нет. Что вы не сможете заниматься своей любимой деятельностью писательской? Понимаете, когда я совершаю что-то в жизни, скажем, ухожу, например, от первого мужа, или переезжаю куда-то, или осуществляю какой-то дикий бросок, какой-то невероятный сальто-мортали, какой-то харакири, от которого кишки просто вываливаются на асфальт, я никогда не думаю. Я человек импульсивный, я человек импульсивный, и потом другое дело, когда ты все это проворачиваешь и начинаешь соображать, что и как. Я решила уехать, я не хочу, я ухожу. Если я ухожу откуда-то из дома, то я закрываю за собой дверь и хлопаю даже. То есть вы приехали в Израиль, который вас явно не ждал? Да, нет, нет, Израиль ждал. Он-то ждал, но он и не ждал. Да, нет, а писателей и художников нигде не ждут, абсолютно. Ни писателей, ни художника нигде не ждут. В Советском Союзе их тем не менее любили, была государственная программа, им создавали условия. Да, 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 да. Мы же не можем это отрицать. Нет, боже упаси, нет, мы отрицать этого не будем. Я уже сейчас очень много не отрицаю. Я не отрицаю, например, того, что в Советском Союзе давали хорошее образование. Прекрасно. Хорошее, фундаментальное образование, именно поэтому наши программисты занимают сейчас ключевые позиции и в Америке, и в Израиле, и в Германии, и где вы хотите. Программисты. И очень многие наши ученые, советские я имею в виду, работают во многих университетах западных и так далее, и так далее. И вообще вот такое существо под названием советский человек, он многого стоил. Он многого стоил. И когда, мне не нравится слово «совок», не потому, что я очень любила советскую власть, а потому, что я видела самых разных достойных людей в самых разных областях жизни. Это была эпоха. Это была колоссальная эпоха. И не надо мне рассказывать, что советская литература прямо сплошь все. В советской литературе были Акуджава, в советской литературе был Искандер, Трифонов, Казаков, Нагибин и так далее. Уже достаточно. Все, да. Вот и все. Поэтому не надо это все. Да, был мучительный строй, было ужасное существование, но были какие-то перлы человеческой, духовной, невероятной высоты. Ну, что там говорить. Появлявшиеся вопреки. Конечно, безусловно. Это уж мы можем изучать, что вопреки, что. Вот, да, никто не ждал, это правда. И вы пошли мыть квартиры. Конечно, надо же было на детей заработать. Я, знаете, человек, я дева по гороскопу. А дева – это человек, который знает, чем она завтра будет детей кормить. И поэтому сегодня она это вот… То есть вы член Союза писателей СССР, уважаемый человек, муж, художник, уважаемый человек. Да, немедленно впавший в депрессию. Естественно. Мужчина переносит это куда болезней. И вы пошли в чужие квартиры, где вами командовали. Да, были, конечно. Срывали свое плохое настроение на вас явно. Ну, нет, нет, это все-таки, знаете, это все, это какая-нибудь не советская домработница. Нет, нет, там кто бы дал. Нет, там человек абстрагируется от этого. То есть пришла там, я не знаю, кто там, Таиландка или какая-нибудь там, я не знаю, там русская. Я была, да, в качестве русской. И так далее. Пришла, и, значит, тебе просто говорят вот это, вот это, вот это. И шкаф подвинуть. И как следует, значит, унитаз там, потому что там, там, подтек туда-сюда, надо все это мыть. Я мыла, потому что я все делаю хорошо. Я хорошо делаю, если я берусь за что-то. И потом у меня была любимая домработница Мария Федоровна в Москве. И поэтому я так потеряла, между прочим, очень хорошую квартиру в Израиле. Я имею в виду, где я убирала, хорошее место работы. Потому что там была очень интеллигентная женщина из немецких евреев, когда-то бежавших в 37-м году из гитлеровской Германии. И она сказала, ты очень хорошо убираешь, мне нравится, как ты работаешь. Там же на ты, там нет местоимения вы. И я с дуру сказала, да, меня научила моя домработница в Москве. Она спросила, у тебя была в Москве домработница? Я сказала, да. Она сказала, ты была, буквально перевод с евреи, это важная госпожа. Я сказала, ну, до известной степени, да. Что же ты делала? Она сказала, я писала книги. И она рассчиталась и потом позвонила в эту фирму, которую посылала и сказала, у меня нет никаких претензий к этой женщине. Она очень хорошо и добросовестно убирает. Но я прошу, мне ее больше не присылать. Я не могу допустить, чтобы мне полы мыл человек с высшим образованием. Потрясающе. И я подумала, дура ты набитая. Подумала я о себе. Кто тебя дергал за язык? Ну, потом появилась работа в газете, это кончилось. Вы сегодня жалеете, что уехали в Израиль или нет? Только честно. Я никогда не жалела об этом. Никогда. Понимаете, человек, который жалеет о каком-то поступке своей жизни, я имею в виду судьбинном поступке, не от того, что он сказал кому-то что-то. Глобальном. Это человек не мужественный. Потому что жизнь надо принимать на протяжении всего ее пути. Этот путь надо принять. И надо сказать себе, да, я хозяин этой судьбы. Вот так сложились обстоятельства, потому что я их так сложила. Ух, вы сильная женщина. Ну, я стойкая женщина, скажем так. Вы страдаете из-за этой своей силы и стойкости? Я всегда страдаю. Я вообще человек очень драматического склада характера. Лучше слабой быть? Гораздо проще, конечно. Гораздо проще, если есть при этом человек, на которого можно опереться. Лучше быть слабее и желательно глупее, правда? Ну, глупый человек. Вы знаете, я бы не хотела, конечно, быть глупым человеком. Я их и не люблю, и не уважаю. Хотя часто очень жалею и часто привечаю. Но нет, я никогда не понимала, как устроены мозги глупого человека. Я никогда не могла понять, почему мне человек это сказал. Игорь Губерман когда-то говорил мне, что уезжая в Израиль, он рассчитывал встретить одних высочайших интеллигентов, людей развитых, образованных. Он думал, что там такие же евреи, как окружали его в Советском Союзе, врачи, учителя, адвокаты. А встретил, говорит, таких людей почвы, таких людей земли, таких жутких, говорит. И в результате он сделал вывод, что евреи бывают или очень умные, или очень глупые. Вы поддерживаете его? Игоря Мироновича, конечно, да. Нет, я не поддерживаю. Я очень во многом поддерживаю Игоря Мироновича Губерман. Он мой большой друг, и сосед, и застольный, так сказать, папир. И вообще он замечательный, замечательный человек и поэт. В общем, очень дорогой мне человек. Вот, нет, в этом я не поддерживаю. А помните у Довлатова, раньше я думал, что средний тип еврея – это профессор Эйхенбаум. Когда я оказался на Брайтон-Бич, я понял. Вы знаете, я думаю… Если еврей – дурак, то это уже вообще клиника. Это катастрофа, да. Но я думаю, что любой дурак – это катастрофа. Еврей – дурак, катастрофа, потому что он страшно эмоционален, он страшно активен, он страшно пассионален. Амбициозен. Это правда. Нет, вы знаете, это действительно… Евреи страшно разнообразны. Это правда. Я никогда не ожидала… Понимаете, я не профессорская дочка, которая выросла на Ленинских горах, и домработница ее возила на уроки испанского, я не знаю, там, или английского, а потом она поступила, я не знаю, там, в университет. Я знала всех этих девочек тоже. Я очень простая дворовая ташкентская девка. Понимаете, я выросла в этом ташкентском дворе, я видела этих людей, я выросла среди этих людей. Да я сама могу поговорить с кем хочешь. Пожалуйста, я могу, пожалуйста, я могу и с авторитетом поговорить. Каким угодно языком, каким угодно. И я знаю, что человек – существо очень разнообразное. И, кроме всего прочего, я прозаик, я писатель. Я должна раскопать, я должна человека расшевелить, я должна увидеть его лицо, которое как бы спрятано за некой социальной маской. И тогда становится страшно интересно с этим человеком. Редко, когда бывает исключительно глупый человек в чистом, так сказать, вот окончательном виде. Потому что в нем обязательно что-то сидит такое, какая-то точка, где он вдруг расцветает. И да, он не профессор, да, он не академик, но что-то там такое трепещет. И это интересно. У меня есть один недостаток, говорил мне Борис Абрамович Березовский, покойный. Я очень плохо разбираюсь в людях. Писатели вообще, как Горький говорил, инженеры человеческих душ. Или техники. Вы хорошо разбираетесь в людях? Вы знаете, я не разбираюсь в людях, я чувствую просто человека. Причем я чувствую с первого взгляда. Вот все-таки первый взгляд, он наиболее верный. Верный, по ощущениям, да, у меня. По ощущениям, я чувствую человека. Если мне человек не нравится с первого взгляда, потом как угодно могут складываться отношения. Я знаю, что это до какого-то поворота отношений, когда человек явит вот тот вот первый импульс, который он мне послал при первом взгляде. Понимаете? И я знаю, что это как бы не навсегда. И наоборот. Есть люди, в которых я сразу падаю и понимаю, что это мое, мое, и сразу прижать и не расставаться никогда. И все. И потом может как угодно человек некрасиво поступить. Но я знаю, что это так у него случайно вышло. Он хотел другое, но так получилось. Вы его оправдаете? Я, пожалуй, да. Правда. Если это, конечно, не трагическое какое-нибудь. Оправдав его, вы оправдаете себя? Возможно. Возможно. Я считаю, что мы всегда, в общем-то, заняты тем, что правда мы сейчас. В Израиле. Вы живете в Иерусалиме? Я живу под Иерусалимом в очаровательном городке Малиадумим. Но уже вот как та коза, привязанная к колышку, которая объела вот это вот пастбище вокруг. Я уже стараюсь переехать куда-то в другое место и очень хочу в лесистую местность. Из ваших окон виден Большой Иерусалим? Из моих окон видна Масличная гора. С карандашиком монастыря Елеонская обитель, православного, ортодоксального монастыря. И виден госпиталь бывший Августа Виктория, где проходят замечательные органные концерты. И гора Скопус, то есть Хара Цуфим, гора наблюдателей, с башни университета, гора, с которой все завоеватели бросали первый взгляд на Иерусалим. Иерусалим чудный город? Иерусалим – это не совсем город, это место. Это такое место, где… Хорошо сказали. Да, где произошли, родились и клубятся до сих пор три великие религии. И плюс еще масса всевозможных ответвлений человеческой мысли, человеческого бытия. Иерусалим – это великая местность, которую очень многие не принимают, не понимают, не могут в нее войти. Знаете, Иерусалим небесный, Иерусалим земной, они соединяются, говорят, на уровне 18 километров от земли. Это такая еврейская традиция. Неважно. Вот некий человек, он потом был там замминистра культуры в России, он приехал, это был приятель наших друзей. И мы какое-то время ходили, ходили, ходили. Это было три-четыре дня. Меня попросили там его куда-то прогулять. И потом он сказал, вы знаете, сказал перед отъездом, я вот сейчас почувствовал сегодня вдруг этот город, я вдруг его почувствовал и понял его. Значит, все это время он ходил и он не понимал. Иерусалим небольшой и довольно восточный на вид город. Многие не воспринимают его. Кто-то, мой друг, писатель, который живет в Тель-Авиве, естественно, вот город, который я не принимаю, он сказал, ну что Иерусалим наш ближневосточный Самарканд. Понимаете, сказать это, это значит вообще не понимать природу. И Старый Тель-Авив тоже. Ну, Старый Тель-Авив это вообще Сочи, дело не в этом. Старый Тель-Авив, правда, он очень мощный. До Олимпиады. Да, до Олимпиады. Он очень мощный сейчас растет. Вообще, Тель-Авив, да, я смирилась с ним примерно на 12-м году жизни в Израиле, а поначалу он меня приводил в ужас. А теперь я многое о нем поняла тоже. Неважно, в Израиле много интересных городов, очень разных, очень разных. Но Иерусалим, он отдельный, он как острый перец в глотке. Его надо пережить, его надо понять, его надо проглотить или подавиться этим перцем. И вообще, он принимает тех, кого он принимает. Мой Израиль, сказали вы, это миф. А что за страна Израиль для вас? Ну, во-первых, это мой дом сейчас. Это мой дом. А знаете, в доме, если иметь такое расширительное значение, разные есть уголки, разные чуланы. И иногда бывает даже какой-то, особенно для ребенка, который растет в каком-то, скажем, большом доме. И бывает, что он не любит под лестницу ходить, не любит проходить ночью. Поздно вечером мимо этой лестницы он знает, что там живет такой там чебурашка, таракашка или кто-то такой еще. Вот, Иерусалим город очень многоступенный, многозначный, вдруг всегда неожиданный, вдруг открывающий какое-то свое подземелье, куда страшно заглянуть. И ты заходишь абсолютно очарованный, когда на каком-то 18-м году жизни в Израиле. Что-то открывается. Вдруг тебе твоя приятельница, Марина, там, экскурсовод, говорит, Диночек, не хотите ли со мной пойти, у меня группа американцев, частная экскурсия, не хотите ли присоединиться, в каменоломне Соломона открыли. Я говорю, какие каменоломны? Под старым городом. Я говорю, да какие там, я знаю все, как свои пять пальцев. Она говорит, а вы разве не помните эту железную дверку в стене? Я говорю, как? Ну, я думала, что там электричество за этой дверью. И она говорит, нет, это ее наконец открыли. Она была какое-то время закрыта, ее открыли. И ты входишь в систему пещер Карстовых, гигантская высота, соборная совершенно, со следами инструментов вот этих каменотесов времен царя Соломона. И там заходишь в зал масонской ложи, в которой до середины 19 века так и заседала масонская ложь. И ощущаете себя кем? И ощущаешь себя человеком ниоткуда, нигде, человеком, пришедшим в свою историю, как бы в историю своего народа. Потому что по этому ходу, который начинается из этой пещеры и продолжается целая система, и пещер продолжается аж до Ерихона, бежал еврейский царь Цедыкия от Навуха до Носора и вышел-таки в районе Ерихона. Но его поймали, убили на его глазах всех его детей и его самого ослепили. Это Библия. Второзаконие. Вы владеете узбекским языком? Нет, узбекским, к сожалению, не владею. Жалею очень. Я вообще очень жалею, что у меня нет такого-такого-такого-такого-то языка. Но у вас есть виртуозный русский. У вас есть иврит. У меня есть разговорный, скажем так, иврит. Что еще у вас есть? На котором я говорю со своим зятем. Очень-очень слабенький английский. Вы знаете, это защитная реакция. Это защитная реакция человека, который привык существовать постоянно в каком-то языке. Я не могу, когда это все сильно звучит. Я очень люблю... Я человек языковой в том смысле, что я начинаю говорить на каком-то языке очень примитивно спустя 2-3 дня, когда я оказываюсь в какой-то стране. Я могу поговорить с итальянцем. Особенно с моими музыкальными терминами. Да. Да, престо-престо, адаживо и так далее. Я могу поговорить при помощи вот этого всего и туда-сюда. Это я поговорю с испанцем, пожалуйста. С кем угодно, в принципе. Но до определенного момента. До тех пор, пока язык начинает звучать, тогда я закрываю этот люк. И не даю ему звук. Вы ощущаете себя русской или нет? Нет, я ощущаю себя Диной Ильиничной Ругиной. И даже уже не Ильиничной, а Ильиничной просто по папиной памяти. Потому что давно уже я просто Дина в Израиле. Я ощущаю себя собой. Но нет, это не так. Вы знаете, я очень сложная внутри себя. У меня очень много отсеков и таких ящичков, которые открываются. Жить в Ташкенте. Человек русской культуры. Оказаться в Израиле. Какое смешение. А потом в Москве много лет жить. В Москве жить столько, да. Вы знаете, может быть, потому что я выросла на Кашгарке. Это был еврейский район Ташкента, еврейские улицы. И там просто клубилось очень много, очень много евреев. Во-первых, я всегда ощущаю себя человеком своего народа. Всегда. То есть прежде всего вы еврей. Безусловно. Мне всегда очень интересны еврейские семьи. Мега-кланы, мета-кланы какие-то, которые тянутся на протяжении веков. Я ужасно с большим интересом. Была недавно тронута ужасно, потому что я нашла своего двоюродного брата Диму Рубина, который там, я вот смотрю на его лицо, и я вижу себя. И у нас, так сказать, отцы, это родные братья. Его отец тоже оставил жену, и поэтому он рос где-то там. Неважно, в Израиле мы встретились, все. И он говорит, и его сын пришел в гости, Данечка, который в Москве работает. И все. И у него пятеро детей. И я смотрю на этих деток, и он говорит, посмотри, а это Дина Рубина. Говорит он, на свою четырехлетнюю, значит, внучку Дима мне говорит. И я смотрю, я вижу себя в детстве, я вижу эти черты. Я вижу пластику движений. И для меня это очень много. Для меня, понимаете, для человека, который происходит из народа, протяженность жизни которого невероятно длина, развитвлена по разным странам, когда один и тот же род может путешествовать, бежать сначала из Ирака, потом в какую-нибудь Испанию, из Испании в Португалию, из Португалии. И все это время тянутся те же самые типологические черты лица личности. Когда я вижу просто в рассказах о своем очень жестком прадеде, варшавском извозчике, я вижу себя. Потому что вот и сейчас позвонить 37-летнему сыну и сказать, а почему ты не взял и не сделал то-то и то-то? И я вижу этого извозчика, вдруг лицо у меня просто всплывает. И я понимаю, что я сама варшавский извозчик. И надо заткнуться уже и не трогать ребенка, оставить в покое. Я сразу вспоминаю папу, когда он говорил, а ставь ее в покое. И затыкаюсь. Дина, что такое родина? Вы спрашиваете вечного жида, что такое родина. Вы знаете, я думаю, что это очень сложное понятие. Это не место, где ты родился. Не место? Нет, это не место, где ты родился. Я думаю, что это совокупность твоих детских привязанностей, твоего первого представления о мире, о том, что такое небо, облака, куда они бегут, почему продавщица в булочной на углу тащит домой своего мужа, почему он передвигает ноги, как больной, а на самом деле пьяный и так далее. Это какая-то вселенная огромная, когда деревья были большие в детстве. И если ты в состоянии представить себе какое-то другое место, где, возможно, могло бы пройти твое детство, то это тоже какая-то родина. То есть вот умение вобрать в себя какие-то стызи, да, твоего народа, это все очень сложно. Вы знаете, возможно, если я возьмусь когда-то об этом написать, я найду какие-то слова. Сейчас мне даже трудно подобрать эти слова. Это все осязание души. Это осязание души. Потому что, когда, например, Ташкент – моя родина, условно говоря, да, я там родилась, точка. Но когда я оказалась там, это была другая страна, это были другие люди. Моя родина… Другие улицы. Да были другие улицы и другие лица на этих улицах. Потому что, вы знаете, вот когда в 90-м году на Израиль обрушилось миллион народу, миллион народу… Кошмар. Это, между прочим, в процентном отношении. Кошмар. Все равно, как на Америку обрушилось бы 75 миллионов. В процентном отношении. Пятая часть населения страны. И я абсолютно уверена, что Америка бы не справилась бы с этим потом. 75 миллионов не справилась бы. Вон они там по капельке. И они никак не могут дать, например, моей сестре блистательному, уже профессор, и все никак не могут дать грин-карт. Она все борется с этим. Была бы она мексиканкой или сомалийкой? Которая проползла через границу вместе с сусликом. Она бы давно получила. Это дело не в этом. Вы понимаете? И вот, и вот, и естественно в Иерусалиме, везде, в каждом городе пятая часть населения стала. И одна моя знакомая, которая долго-долго работала на BBC, то есть она приехала в 70-х годах. Она жила в Иерусалиме, потом она работала на BBC, потом она приехала. В 90-х годах она вернулась в Израиль. И она ходила и говорила, я не верю, Иерусалим белый, белый. Я спрашивала, что такое белый? Вообще-то Иерусалим белокаменный город. Потому что там все здания облицовываются местным известняком, который имеет очень теплый, отзывчивый тон на разный свет. Утренний, дневной и так далее. Я не могла понять, что значит белый. Она говорит, ты не понимаешь, белые люди ходят, белые лица. Это значит, приехали наши ленинградцы, бакенцы, ереванцы, ташкенцы, москвичи, киевляне, одесситы. И ходили по улицам города. Потому что до этого, конечно, преобладала восточная доминанта. И арабы, и восточные евреи, и так далее. Вот. Белый, белый. Понимаете? Вот, когда я вернулась в Ташкент, абсолютно как бы, ну, монголоидные лица везде и кругом. Это скучно. Для меня, для моего зрения, это уже скучно. То, что точно так же мне было скучно в Норвегии. Потому что я видела там, понимаете... Приедьте сейчас туда, там веселее. Да, это точно. Там сейчас очень весело, да. Там в Швеции очень весело. Да, веселее намного. Вообще в Европе весело. Ну вот. Так что, родина. Я выросла в таком цветном, в таком буйстве красок, в таком буйстве фруктовых рядов, гор, холмов, так сказать, манбланов фруктовых. Наверное, это и есть солнце. Наверное, есть моя родина какая-то. Солнечная улица, Карагачи. Я думаю, так. Может быть, поэтому и в Израиль. Израиль как-то в меня вошел, потому что все это очень похоже. Вы ощущаете его своим? Да, конечно. Я повторила, это мой дом. Конечно, это мой дом. С другой стороны, есть какая-то моя писательская часть. Вот мое естество, которое всегда отдельно. Оно не там. Касаясь писательской части. Многие писатели, вообще писатели пишут по-разному. Некоторые просыпаются ночью, потому что им надиктовывают и успевают только записывать. А некоторые в определенное время суда каждый день садятся за письменный стол и работают. Ну вот я как раз принадлежу ко второй вот этой вот формации. Вы работаете. Хотя их не две формации, гораздо больше. Я просыпаюсь очень рано. Я сажусь к своему инструменту, так сказать, к лавиатуре компьютера. Я сажусь. Нет, ну я могу, сейчас я взяла с собой просто что-то писать. Это первая стадия вообще всегда, это рукописная. Потом уже переносишь. Все-таки. Да, потому что рука бежит за мыслью, мысль связана с рукой и так далее. Но когда это уже перенесено в плоскость, на плоскость листа, вот тогда начинается рудокопная работа. Рудокопная. И никаких, не надо мне этих разговоров. Вдохновение, я вам скажу, когда наступает. Когда вещь закончена, и ты понимаешь, что здесь слово «он» ты заменишь на имя. А здесь, наоборот, ты вставишь имя героя. И здесь, пожалуй, этот абзац надо как-то вот… Перенести. Надо перенести, может быть, вот в это место. И тогда все. И вот это наслаждение, конечно, это покой, потому что ты уже паришь. Шлифовка. Как птица над этим текстом. Да, это уже после шлифовки. Шлифовка – это определенно очень тяжелый этап. Это уже после шлифовки. Это уже потому, что это ты уже просто груши околачиваешь. Тебе уже нечего делать. И тебе звонят из редакции, говорят, Диночка, ну когда же там Дина Ильинична, ну мы же ждем. А я говорю, завтра, говорю я. Хотя могу послать вот сейчас, нажать кнопку и послать. Нет, завтра. Потому что утром я встаю и думаю, нет, я вчера здесь поставила «он» вместо имени. Нет, сегодня я опять поставлю имя. Все-таки. Потому что ударная доля. Вот это вот ударение во фразе. Я же все-таки человек с музыкальным образованием. Значит, вот это вот. А текст – это музыка, правда? Абсолютная. Абсолютная. И построена так же. И музыкальная форма, что очень важно, всегда подсказывает форму литературную. А Толстого вы, если сегодня читаете, это музыка, скажите? Я всегда читаю Толстого. И это музыка? Это музыка, это очень сложная музыка. Это музыка, которая проговаривается, проворачивается. Толстой додумался до гениальной вещи. Он выворачивал наизнанку и раскладывал просто по всем швам те образы, которые у нас звучат, складываются в воображении, как некий готовый штамп. Например, там, скажем, писатель, тот писатель, который написал бы, и его выпарали на конюшне, например. Что делает Толстой? Толстой пишет, его положили на лавку, сверкнули белые ягодицы, стянули, значит, штаны. И там Никита взял березовые, он пишет розги. Что такое розги? Откуда мы знаем, что такое розги? Мы знаем, что это нечто такое, похожее на березовые прутья, вымочив в ведре или там, не знаю, солью, размахнулся и хлестнул. Он, понимаете, выворачивает штамп, он раскрывает, он заставляет опять слово работать, работать и работать. Понимаете, это такой прораб. Сейчас вас послушают телезрители, многие вернутся к Толстому. Ну, слушайте, к Толстому надо читать все время. Толстого надо читать. Понимаете, Толстой человек какой-то невероятной, высочайшей, титанической, этической работы. Титанической, этической работы. Почитайте его дневники, почитайте весь этот ужас, который обуревал его в юности. Ведь он был тяжелым человеком. Он во многом был нехорошим человеком, скажем прямо. Подавляющее. Подавляющее. Вспомните этот эпизод, когда у Сурикова, который очень любил Толстого. Умирала жена. Умирала жена. И когда Толстой приходил смотреть, как она умирала. Могу креять серву сонату надо было писать. Да. Понимаете? И когда Суриков пришел, он вышел куда-то зачем-то. И он увидел это. И он затопал ногами и закричал, убирайся вон, злой старик. Понимаете? Он был во многом злым стариком. Он был писателем. Он был писателем, и за это ему все прощается. Сколько романов на сегодняшний день у вас вышло? Ой, это надо считать по пальцам. Я думаю, восемь. Восемь. Пишу девятый. Очень тяжело. Сколько экранизировано в ваших произведениях? Сколько картин снято по вашим книгам? Сейчас, значит, раз, два, три, четыре, пять. Какая экранизация самая удачная, на ваш взгляд? Вы знаете, очень хороший фильм «Любка». Ну, я сама писала сценарий. Правда, там режиссер поменял. Финал. Хороший фильм «Любка». Очень добротный фильм. Трогательный очень фильм. И хороший фильм «На верхней масловке». Я думаю, так объективно хороший. То, что автору не нравятся никогда никакие фильмы, никакие экранизации, это тоже нормально. Я стараюсь быть объективной. Все, что хотели написать, вы уже написали? Ну что? Вы исписались или нет? Ну что вы, у меня колоссальные планы, колоссальные, колоссальные. Послал бы только Бог, ну, какие-то еще человеческие годы жизни. Потому что я сейчас, знаете, вот наблюдаю старость, уход, старость и уход отца, и сейчас старость мамы. И я понимаю, что я бы хотела дожить до того момента, когда я действительно увижу и почувствую, что я выговорилась. Я написала все. Потом это опять-таки неожиданная вещь. Это вдруг приходит. Это вдруг появляется что-то, какой-то замысел. Когда его совсем не ждешь. Да ты вообще не подозревала об этом. О чем вы говорите? Вот мой последний роман, когда я приезжаю в Москву презентовать вот этот вот уже написанный последний роман «Синдром Петрушки». И я подписываю в книжном магазине, там тянется огромная очередь и все. И человек, очередной какой-то графоман, кладет мне очередную какую-то книгу, рукопись, брошюру и говорит, а вот это почитайте, это моя книга. И я говорю, спасибо, обязательно. И я знаю, что это оставлю в номере гостиницы. И в номере гостиницы перед отъездом я это разбираю. Ну, просто посмотреть, как вы что. И я вижу название. Нет. Что там надо, господи? Я вижу название «Русская канарейка. Вчера, сегодня и завтра». Издано при поддержке фонда поддержки русской канарейки. Я открываю, и я вижу целый мир. Это просто пособие, как кормить канарейку и выращивать. И все. И некая... Подсказка. Не знаю, что происходит в голове. «Русская канарейка» произношу я. И я понимаю, что это название романа. А больше я ничего не понимаю. И все. А потом все появляется. Появляется контртенор, появляется разведка, появляется все, что угодно. Появляется Одесса, начало 20 века. Появляется почему-то город Алмата, где человек выращивает канарейки. Как не будучи иногда, не иногда, а часто в материале, воссоздать это на страницах так, чтобы все поверили? Надо войти в этот материал. Это честная писательская работа. Вы же не были в Алмате наверняка. Никогда в жизни. Никогда в жизни. Вы никогда не общались с контртенорами? Нет. Вот сейчас вот общаюсь, потому что я просто стала писать об этом. Ну, не жили в этой системе. Мало того, я никогда не любила этот голос. Но это мне нужно по роману, и поэтому я это слушаю постоянно. То есть, эта фантазия больше работает? Во-первых, это честный писательский труд. Или голос свыше? Давайте. Вот знаете, я человек верующий. Но не верю я в голоса свыше. Нет, я человек верующий. Я человек верующий. Я человек верующий. Давайте мы не будем произносить слово. Такой умный и верующий. Ну, послушайте. Мы знаем очень многих умных людей, которые были верующими. Может, мы о них лучше думали? Нет. Давайте мы оставим эту тему, потому что это очень интимные вещи. Но при этом называйте это как хотите. Это отзывчивость материала. Это некая поглощаемость излучения Вселенной. Это какой-то внутренний контакт, настроенность, когда ты берешь что-то, откуда. Это просто сигнал. К примеру, берем «Русскую канарейку». Роман, над которым я работаю. И у меня понятно, что когда у меня все это затевается, то это там банно-прачечный комбинат, цементный завод. Там начинают крутиться гигантские производственные цеха в мозгу. И я понимаю, что вот этот вот человек, который канаровод от Бога, который влюблен в канарейку, который выращивает именно певцов, именно гениальных артистов, которые… У него рождается глухая дочь. Я говорю за завтраком мужу, Боря, ты знаешь, у него будет глухая дочь. Говорю, я проснувшись с этим. Он говорит, не получится, мы допиваем кофе. Он говорит, у тебя не получится. Ты же знаешь эту свою манеру, когда ты начинаешь искать. Ну что ты сейчас в своем фейсбуке или на сайте, ты бросишь клич «Отзовитесь, глухие!» Я хочу с вами переписываться и узнать, как это, когда человек глухой. Я говорю, да, действительно. Он говорит, это же некрасиво. Действительно, не получается. Придется отбросить, наверное, думаю я, эту мысль, потому что я не могу, мне надо вытащить это из человека. Я не могу написать просто так. Я иду вот с этой же чашкой кофе, и я ставлю эту чашку перед компьютером, включаю этот компьютер и получаю первую порцию писем, там писем 15, среди которых письмо от глухой женщины. Потрясающе. Понимаете? Да. Вот вы можете говорить все, что угодно. Вот. Это. Или, например, буквально… И вы начинаете с ней переписываться. Конечно, она мне пишет, я глухая. Ходите в ее внутренний мир. Конечно, я все понимаю. И пишете. И я начинаю писать. И она у меня глухая, эта девочка. Говорящая. Потому что глухой человек, только глухой может. Говорящая. Или, например, и этот буксует, и там это все. И мне моя приятельница, и редактор Надя Холодова, приезжает, говорит, я приеду. Если можно… Вернее, не так. Мы сначала приезжаем в Москву. Она просит какую-то керамическую плиточку. В центре Иерусалима прекрасный магазин, где торгуют старые иранские евреи, у которого мы покупали время от времени что-то или какой-то коврик. Говорю, я страшная барахольщица. Я ужасно люблю. Мечтаю попасть в Киеве на какую-то барахолку. И мы заходим к нему. И он говорит. Я говорю, знаешь, мне что-то нужно. Она христианка. Мне надо какой-то христианский мотив. Он говорит, посмотри, вот здесь. И на полу мы ищем, и что-то находим. Очень красиво. Плитка иранская. Всадник. И там что-то такое. Я говорю, мы вот это берем. Он говорит, а для тебя у меня есть что-то, что ты купишь обязательно. Уходит в свою подсобку. У них очень таинственные подсобки в этих арабских лапках. Туда, далеко, далеко, далеко. И выносит, и говорит, а я в это время изучаю, чем канарейку кормят, как она поет, какие коленца, потому что там целый мир гигантский. И он мне выносит плитку иранскую, на которой канарейка в кустах жасминовых. И он говорит, ты знаешь, что это? Это кенар. Это такая птица, которая поет. Ты, наверное, даже не знаешь, но я знаю. Он говорит, что тебе нужна эта плитка. И я покупаю эту плитку. Она у меня стоит на письменном столе, вот так вот прислоненная к стене. И я понимаю, что этот роман я должна написать. Вот и все. Сигнал. Как это назовите, как хотите. Русская литература, сказали вы, представляется мне могучим забегом лошадей. Толстой, понятно, один из ваших любимых писателей. Кто еще? Ну, я очень люблю русскую литературу и очень многих лошадей. Я ставлю на очень многих этих лошадей. Я бы поставила на Гоголя. Потому что Гоголь великий писатель. Великий писатель. Номер один? Для меня, пожалуй. Для меня, пожалуй. Из того, из той формации, да, великих русских писателей. Чехов. Чехов, да, вот, пожалуй, после Чехова, конечно. Гоголь после Чехова. Чехов для меня, ну, другое. Чехов для меня в форме очень велик. В форме, в каком-то, в интонации. Это человек, который привнес в русскую литературу интонацию интонацию интеллигентного человека. Я имею в виду не буквально интеллигентного человека, а я имею в виду как раз интонацию, вот, ту, о которой мы с вами понимаем, да. Интонацию человека, который свободен от всего. Человек, который уважает себя, уважает других, печалится. Которому не нравится этот мир. Но который не навязывает себя. Думаю, ненавидит просто. Да, да, да. Безусловно. Вот, конечно, Лермонтов в прозе, безусловно. Конечно. И Пушкин, разумеется, конечно же. В чем-то Тургенев, в чем-то. Набоков. Одна из для меня, одна из очень крупных фигур. Набоков очень, очень. Ну, вот, да, конечно, Серебряный век, безусловно. Писать стали лучше, вот, в 20-м веке, чем в 19-м? Или нельзя так сказать? Чище с точки зрения литературы? С точки зрения музыки? Я бы так не сказала. Я бы так не сказала. Это сложная очень вещь. Вы не можете сказать, что музыка барокко, что Шостакович писал лучше, чем писал Генделин? Это сказать невозможно. Шостакович более изощрен, скажем так, в гормональном смысле, в смысле гармонии, в смысле формы и так далее. Но Генделин велик. А о Бахе я вообще уже не говорю. Бах – это высота, это небо. Это небо. Вот. Это очень трудно сказать. Нет. У каждого века есть свои формы, у каждого века есть свои интонации, у каждого века есть свои великые исполнители. В том числе и в литературе. С кем из писателей вы общаетесь и нужно ли вообще писателю общение с собратьями по Перу? До определенного возраста, в молодости. В молодости это нужно. Особенно людям, неуверенным, несклонным к изучению самого себя, скажем так. К людям, которые доверяют вот этому в старик-то гений, которым это необходимо. Я знаю людей, которым уже за 70 писателям, хорошим писателям, которым это все равно необходимо. На самом деле, любому писателю, конечно, очень важно, когда собрат по Перу что-то скажет. Но тут надо учитывать очень важную вещь. Собрату по Перу никогда не нравится, как ты пишешь. Потому что для каждого писателя существует только один писатель живой. Это он сам. Это чистая правда. Это некрасивая правда. Никто не будет с ней соглашаться. Кроме такого отважного человека, как я. И скажу вам, что я бы с огромным удовольствием никого не читала. И современников. И никого не знала. Нет, есть очень милые люди. Я дружу с очень многими писателями. Я всегда пишу любому писателю на обложку книги, когда меня просят. Я всегда пишу очень хорошие вещи. Потому что знаешь на собственной шкуре, что писать тяжело. Знаете, Лоренс Даррелл говорил, писать книги так же страшно, как спать одному в заброшенном доме. Нет, просто Бетховен не слушал музыку современных ему композиторов. Не потому, что он был глухой. И не пострадал от этого. Он не пострадал от этого. У каждого звучит свой мир, своя вот эта раковина прижатая, раковина внеизвестная. У каждого звучит и каждый слушает себя. И вот это вот там что-то ля-ля-ля и другое чего-то. Это никому не нужно на самом деле. Ну, не нужно. Потому что я, например, страдаю тем, что когда я читаю какой-то другой текст, я думаю, вот это гений. Вот это гений, думаю я, а я говно. Понимаете? И мне, я помню мое потрясение, когда вышла на рынок книжный, да, Таня Толстая. Очень талантливая Татьяна Толстая. И я впала в настоящую депрессию. Я поняла, что это, что вот настоящий писатель. Вот как там блик на пепельнице. Там вот это вот, вот это вот, ручка, так сказать, серебряные ложки. Вот это все. Совершенно потрясающе. Все, я же так не могу. Это ужасно. Это все. И все. Мне надо заканчивать писать. И все. И я валялась вот так вот на диване. Несколько дней пока не взяла. Себя в руки. Нет. Себя в руки взять очень сложно. Это тебя должен кто-то взять. В руки ручку. Нет. Хотя на самом деле это хороший путь. Просто взять в руки ручки. Нет. Я сняла Чехов очередной том. И стала в миллионный раз читать «Черного монаха». Вы помните, как это начинается? Магистр Коврин переутомился. И врач посоветовал ему поехать в деревню. Никаких пепельниц. Никаких бликов. Ничего. Рессорная коляска мягкая едет по степи. И все. От этого звука. Просто гениально. Все. Я вылечилась сразу и навсегда. Доктор Чехов. Доктор Чехов. Это не значит, что мне не нравится, как писала рассказы Таня Толстая. Она написала какую-то часть. Вот. Она написала несколько замечательных рассказов. Но я рискну предположить, что больше вы ее не читали. Вы знаете, я читала какие-то там эссе. И что-то мне нравилось. Но скажем так, я без этого могу. Я почитаю Бунина. Вот Бунина я читаю много. Потому что он... Бунин лучше Набокова? На ваш взгляд. Это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Это разные вещи. Бунин и Набоков. Это как бы... Я думаю, что это две ветви одного направления в русской литературе. Но это абсолютно разные художники. И разные люди. Хотя оба не блистали замечательными человеческими качествами. Это и не нужно писать. Почему, на ваш взгляд, книги все меньше становятся востребованы? Почему все меньше людей книги читает? Слушайте, в советское время, вы же помните, тиражи и полмиллиона, и 300 тысяч. 100 тысяч – это так, тираж. А сегодня 5, 10, 15 – это очень хорошо. Что происходит с книгами, с литературой? И как вы думаете, молодым читателям нужны будут книги? Ой, это целая серия вопросов, на которые надо А, и дальше точка, и отвечать, Б и так далее, и так далее. Давайте мы вопрос поставим иначе. Что случилось с нашей цивилизацией? Что случилось за последнее время? Произошла гигантская, мне кажется, катастрофическая революция, связанная с электроникой, с электронным нашим бытием. Появился монстр, интернет. Вы все, что угодно можете говорить. Гениальное изобретение, правда? Гениальное изобретение, безусловно. Я вот тотальный диктант, писал текст для тотального диктанта, и там, когда я думала о том, какую выбрать тему, я поняла, что, поскольку это международная акция, и меня пригласили в связи с тем, что это международная акция, никто не мог предположить о том, какой будет скандал, то я подумала, что же может зацепить всех? Понятно, что интернет. Интернет и все, что с ним связано. Так что же это, добро или зло, как любое гениальное изобретение, как электричество, как порох, например? Что это такое? А очень просто. Это некий новый гигантский проспект в некий новый гигантский тупик человечества. Тупик? Да, конечно. Вы знаете, мне кажется, что... Вот вы посмотрите, обратите внимание, могут ли сейчас дети побыть наедине с собой? Никогда. Они немедленно бегут, что-то там такое здесь, или вот там, или вот там еще чего-то, или вот еще какой-то электронный. Им непременно нужно вот это зеркало, в которое они будут смотреться. Это наркотик. Это безусловный наркотик. Слушайте, я сама уже, не успев выпить кофе утром, первым делом, я включаю, посмотреть, что пришло. Хотя я не хожу гулять в интернет. Я не хожу в эту Африку гулять. Но на Фейсбуке у вас 15 тысяч подписчиков. Это моя Кариночка Пастернак. Она мне, например, пишет, Дина, например, пишет она, вы совершенно забросили свой Фейсбук. Да, редко бываете. Вы никогда... Вы давайте... Вот вы едете в Киев, пофотографируйте, и давайте мы хотя бы дадим прогулки по Киеву. Она просто дизайнер сайта. Она? Права? Да, конечно. Ну, Киев вообще-то, конечно, он заслуживает не только прогулки. Киев замечательный город. Ну вот, поэтому давайте мы вот скажем, вот это. Произошел некий кошмар. Человек перестал, я думаю, человек стал бояться остаться наедине с собой. Наедине с собой это очень важная вещь. Когда человек перестает заглядывать в себя, а заглядывает куда-то, совсем в другое место. А вот это вот бесконечное, вот эти бесконечные СМС, о чем они все пишут? Что им надо? А вот эти бесконечные сидения в Фейсбуке, в Твиттере. Вот я собственной дочери говорю, я говорю, что ты там ищешь? Сядь и напиши, наконец, этот диплом по этой археологии своей. А человек выбрал тему связи Древнего Рима с Древней Иудеей. Блистательная тема. Понимаете? Раздражает это все, да? Меня пугает. То, что меня раздражает, это просто старая швабра. Дело ладно, дело не в этом. Раздражает. Меня вообще раздражают молодые. А мне никогда не было с ними интересно. У меня всегда были люди более старшего возраста. Вот это вот меня всегда привлекало. Да, молодые раздражают. Мне кажется, что сейчас они пустые. Мне кажется, что они заполнены каким-то электронным вот этим излучением. Мне кажется, что они заполнены бесперебойным общением. Это же очень страшно. Человек должен уметь остаться наедине с собой. Уйти в себя, да. Он должен научиться мыслить. Ведь только наедине с собой человек может научиться мыслить. А иначе он просто, он будет, понимаете, электронным гением. Но он никогда не поймет, почему проходит жизнь. Он никогда не поймет, что такое старость. Он никогда не поймет, почему мы радуемся, когда видим любимое лицо. Ну, в общем, он не поймет важнейших вещей, для чего, собственно, человек пришел в этот мир. А так он очень быстро научится. Моя полуторагодовалая внучка любит извлечь у меня из сумки мобильник и начинает пик-пик-пик. Вот это вот ей очень нравится. Вот. Так что вот, во-первых, это. Что случилось с нами? Что такое произошло с нами? С последним изобретением гениального человечества? Это первое. Ну, а дальше, что это изобретение нам принесло? Электронные книжки. Вот что стало с писателями? То есть я, как бы, считаюсь одним из самых тиражных писателей. И мои романы выходят тиражом, там, первый тираж, 100-120 тысяч экземпляров. Прекрасно. Этому, да, я даже при коллегах не говорю об этом, потому что это, да, это хорошо, но. Но. Как только выходит моя книга, она немедленно появляется в свободном скачивании. Никто не задумывается о том, что писатель два года писал эту книгу, ему никто не платил зарплату. Что даже нищему подают на углу какие-то копейки. Ну, бросил из кармана свою копейку, он собрал еще копеечку. Пошел, купил себе гамбургер, купил себе банку пива. Писателю никто не подает. Вернее, писателю подают. Приходят в магазин, покупают книгу. Ах, говорят, она дорогая. Да, дорогие мои, она дорогая. Но ведь вы ходите и покупаете дорогой билет в театр. Вы же понимаете, что нельзя бесплатно пройти в театр. А вытащить из кармана писателя новый роман и не заплатить за это. Да еще иметь наглость мне написать. Дорогая Дина Линична, только что скачала ваш новый роман. Я так счастлив. Я вот прочел, замечательный, прекрасный. Чего ж ты, сука, не пошел и не купил, чтобы Дина Линична заплатила за электричество. И так далее. В общем, стало вот это. Вот это ужас. А вы отчистите как-нибудь так? Ну, неловко людей обижать. Я во многих интервью... А вы, сука, напишите с большой буквы. Да, ну это сейчас уже нельзя. Уважительно. Сейчас уже нельзя, сейчас закон есть, прости. Да. Сейчас уже закон есть, прости. Ну вот, ну и так далее. Это просто существование писателя. А вообще ведь многие писатели, они даже и не думают о том, что они могут прокормить себя. Вот я своими книгами кормлю семью. Ну, у меня есть еще, слава богу, такая вещь, как я могу выступать. Слава богу, как говорит мой муж, наша мама шансонетка, любит ночью танцевать. Или, как говорит Губерман, мы с тобой выступальщики. Да, нам скоро поставят, говорит, на рынке Махана Иуда такой памятник, как Шиллер Гёте, знаешь, посреди Веймара. Значит, в руках кошелек в левой руке, кошелек в правой руке книжка. И написано, эти двое на постаменте, эти двое честно кормились от своего литературного заработка. Ну, хорошо, а что делать писателю, который вот пишет, он преподает, как и многие писатели, например, в Америке, он преподает, как всю жизнь Василий Аксенов. Конечно. Понимаете? Писатель при университете. При университете. Совершенно точно. Нефтушенко. Например. Да, да, да. Понимаете, что делать этим людям, которым вообще уже никто ничего не платит? Вообще ничего не платит. То есть, писатель стал не то, что он сошел с пьедестала, да, там поэт в России больше, чем поэт. Он сошел в канаву, если не в могилу. Когда он будет писать? Ведь это тяжелый труд. Он требует многочасового, многочасового рабочего дня. Да, конечно. Это все очень сложно. Вот мой приятель Миша Гигалашвили, хороший писатель, он живет в Германии, преподает в университете, и он говорит, ну, ты знаешь, я просто, я снял в Испании вот на месяц, и тут так, я так двинул роман, я сидел вот, гулял вдоль моря, сидел вот, двинул роман. Ты возьми тоже какой-нибудь там две недели, пойди вот посиди. Ну, я говорю, Миша, знаешь, у меня семья, не могу мне. Все сидят на голове, все. Ну, он вот взял отпуск, поехал, двинул роман. Какой там двинул? Роман пишется годами. Конечно. И надо вообще оттуда не вылезать. Сидеть вот по уши с макушкой в этом романе, и все. Что сегодня зарабатывает писатель Дина Рубина? Нескромный вопрос. Это, вы знаете, это ведь канатоходец, это всегда канатоходец, он всегда над пропастью. Например, в прошлом месяце позвонила редактор и сказала, Диночка, вот в мае денег не будет, сказала она. Лучше бы не звонила. Да, ну, она предупреждает. В июне будут, в июне будут деньги. А в мае денег не будет. Это значит, Дина Ильинична немедленно, значит, вот, когда ей поступают разные предложения, выступить в Афуле, в Кармиеле, в Назарете. Это же копейки. В Назарете уже выступал один еврей, да? Да, да. Назарет в туманной юности, губерман сказал. Это не копейки. Нет, я не выступаю за копейки. Я давно уже не выступаю за копейки. Это стоят какие-то деньги. И если я выступлю 6-8 раз, то это будет вполне, так сказать, моя зарплата, вполне существование писателя в месяц со всей семьей, так сказать, с дочкой, которая еще не встала на ноги, с сыном, который там чего-то, с внучкой, которая чего-то и так далее. Вот, что-то, что-то, какая-то картинка продалась у мужа. Перебиваемся, ничего, это не страшно. Понимаете, страшно, страшно будущее. Страшно будущее, ощущение будущего как некоего тупика. Для чего писать эти книги? Ну, хорошо, они сейчас не читают бумажные книги. Хотя мне кажется, что бумажная книга – это организм, это существо. Это процесс. Это существо, с которым общаешься. Это очень важная вещь. И когда мне говорят, ну и что, ну раньше на папирусах писали. А вообще, а до этого на клинописных дощечках. И мобильных телефонов раньше не было. И мобильных телефонов раньше не было. И как-то жили, да? Да, и как-то жили все. А как, непонятно. Да, а иногда, знаете, когда потеряешь мужа где-нибудь там, не знаю, в огромном супермаркете, звонишь где-то и думаешь, интересно, а вот без мобильного, как бы я его нашла? А я вам скажу, не было больших супермаркетов. Это точно. Не было супермаркетов, пришли бы порознь домой. Подождали бы друг друга. Я вам задам очень такой сложный, наверное, вопрос. Что такое любовь? Вы поняли уже или нет? Вы знаете, я поняла это, услышала это впервые. Нам было лет по 15 с моей близкой подругой, которая сейчас живет. Тоже в Израиле, но в другом городе. Я услышала это лет в 15. Моя подруга была внучкой знаменитого ташкентского хирурга, знаменитого Михаила Адольфовича Финкля, который закончил сарбонну и его жена Любаша. Мы все звали ее Любашей. Она была знаменитым невропатологом в Ташкенте. Она тоже закончила сарбонну. Неплохо. Да, да, да. И они были, между прочим, оба они были детьми известных киевских ювелиров, которые не могли пробиться на обучение детей в Питер и в Москву, но могли послать за границу. Вот они получили. Потом Туркестан, потому что как раз вот молодые евреи с западным образованием, они могли устроиться в Туркестане, они приехали в Туркестан, это все. Представляете, сколько им было лет. Климат хороший, люди добрые. Да, совершенно точно, узбеки добрые, все хорошо. И они остались. Вот на них Ташми, Ташкентский медицинский институт, раковый корпус, жениться на этом институте, вот на них все это держалось. И вот в это время в Киев опять-таки к родственникам моя подруга поехала и влюбилась в мальчика какого-то киевского, любовь и так далее. Она примчалась в Ташкент, вся горящая, и сказала, что она уезжает в Киев, она переводится учиться в Киев, а потом после школы они поженятся. И дед сказал, я помню, я у них часто оставалась ночевать, потому что утром там надо было куда-то в школу, и вот терраса, залитая солнцем, у него был свой дом в Ташкенте. Терраса, залитая солнцем, этот стол с непременной крахмальной скатертью, старинный, с вензелями семейное, серебро еще от тех, так сказать, ювелиров. И вот эта вот серебряная масленка, и он забирает, так сказать, мазок, это масло и мажет на хлеб, и она кричит ему. И он говорит, не моли, не пари чушь, и она топает ногами, ножками такими, криками, и говорит, ты старый, ты ничего не понимаешь, ты не понимаешь, ты не понимаешь, ты не знаешь, что такое любовь. И он поднимает свою царственную голову, абсолютно лысую, и говорит, дура, любовь – это годы, прожитые вместе. И вот знаете, когда… Замечательно. Да-да-да. И когда уже вот там, отмечаешь 30 лет, например, совместной жизни с мужем, или, например, когда видишь свою маму на кладбище, которая хоронит моего отца, с которого она прожила 60 лет, и кричит, Илюша, ты так меня рано оставил, 60 лет, я говорю, мама, мама, приди в себя, да, вы прожили 60 лет, а для нее он ее слишком рано оставил. Но тогда понимаешь, что любовь – это годы, прожитые вместе. Это совсем что-то другое. К гормональному фону это не имеет никакого отношения. Это что-то другое. Вы часто влюблялись? Вы знаете, я не могу сказать, скажем так, будучи консерваторкой. А потом писателем. А потом богемным писателем. Для меня совсем я влюблялась абсолютно. Знаете, все-таки я, вот вся моя гармонь, как говорится, уходила, конечно, в гудок. Я имею в виду. Сублимация, однако. Сублимация, ну, страшная совершенно. Я помню, что когда я совершенно молодой женщиной рассталась с мужем первым, мне было 25 лет, я забрала четырехлетнего сына, значит, из дома и вернулась к родителям. И я была, скажу вам честно, красотка. У меня было 25 лет, да. У меня было 25 лет, и я была, так сказать, уже писателем, как бы и все, и всякое такое, и все. И я купила себе маленькую выплаченную кооперативную квартирку рядом с домом родителем, для этого написала специальную пьеску. Вот. И мой день представлял собой следующее. Это, я представляю, 25-летняя, красивая, свободная, абсолютно женщина, расставшаяся с мужем. Значит, с утра я отводила сына в сад. С утра и до обеда я писала свое. Потом я приходила на обед к родителям, поскольку у них был телефон, просто позвонить, делать какие-то деловые звонки. После обеда я переводила. Я сидела до позднего вечера, потом я шла, то есть, ну, за сыном я шла, потом, так сказать, я сидела до позднего вечера. Это был мой день из недели в неделю, из месяца в месяц. А любить когда? Вот, знаете, когда любишь на бумаге, это иногда и более полно, и более сильно. Муж-художник, второй муж, вас рисуют? Конечно. Я могу похвастаться таким количеством своих портретов, каким Иисус Христос может похвастаться. Я вечная модель, у меня же отец художник. Я с четырех лет позирую. Вас рисовал отец? Да. Вас рисует муж? Да. И постоянно порывались друзья-художники. Меня, значит, это самое, закабалить, посадить в какое-то кресло, там, чего-то такое. Тут я уже уклонялась, потому что это невозможно. У меня огромное количество портретов. Муж до сих пор вас любит, вот как вы чувствуете? Муж меня обожает. Вы знаете, я помню, что когда мы приехали в Израиль, я вам напомню, я уже говорила, это были такие рулоны, холстов, и вдруг появились… Лаки и краски. Рлаки и краски, да, кисти еще, тоже вес, я вам должна сказать. Вот, и вдруг появилась коллекционер из Испании. То есть она когда-то была из Одессы, потом она, значит, переехала в Израиль, пошла какое-то время, потом она уже много лет в Испании, и она собирает, вот, и вот она приехала. У нас совершенно пустая квартира, съемная, на последнем этаже, в религиозном районе, мы боимся вообще выйти из-за этих, все, значит, эти пьесатые вокруг и так далее. Вот, и она, значит, взбирается на четвертый этаж на таких каблучках, и Боря говорит, вы знаете, я, к сожалению, я могу только расстелить, у нас даже, вот, я их не могу, у нас нет денег на подрамники их натянуть, я могу только расстелить на полу. Она говорит, расстилайте. И вот, значит, вся эта трехкомнатная квартира, были расстелены эти холсты, и она ходила, аккуратно переступая через, значит, холст туда-сюда, этими каблучками, я потом сказала, Борис, вы настоящий художник, вы влюблены в свою жену. Потому что действительно огромное количество портретов, персонажей просто, то, что навеяно, например, он пишет там картину «Встреча», встреча, значит, Ицхака и Ревеки, или там «Встреча Якова и Рахиля», библейские какие-то вещи. И она висит на стене, и висит, и висит, и вдруг я замечаю там, я говорю, слушай, а что вообще, кто это? Он говорит, ну это я с тебя написал. Как бы, понимаете, это все очень… Чем сын и дочь занимаются? Ну, сын у меня в такой, знаете, очень крупной такой торговой корпорации, он такой своеобразный гений, он знает все артикулы всех товаров, наименований, ему звонят постоянно, у него два мобильных, вот это вот все, вот такая партия заказывает вот это, Китай, вот это, вот это, с этим менеджером он встречается, этот заказывает для отеля, я не знаю, там все эти наборы мебели. Я даже не вникаю в это дело, денег у него никогда нет, иногда мама подбрасывает, при всем при том, это совершенно отдельный штучный человек со своими большими такими тараканами, ну такой отдельный человек, сюрпризный очень. Вот. А дочь такое существо очень интересное, тоже она пишет на иврите, на английском, не знаю что, поскольку не могу оценить, на иврите, на английском, прозу, поэзию, она поет, у нее хороший голос, сопрано, она играет на гитаре, все, она археолог, вот это беда. Тоже без денег. Беда, да. Археолог. Может, что-то найдет? Ну, во-первых, она нашла мужа, слава богу, который закончил юридически. Откопала. Юридически, да, я надеюсь, у меня вся надежда на него, вот, да, ну, дети, да, все равно. Дети в армии служили? Конечно, оба, безусловно. Переживали вы или нет? Ужасно, ужасно. Ночи не спала и всегда. Дочь ходила с автоматом? Безусловно, но солдаты у нас ходят с автоматами, безусловно. Она ходила с автоматом, все это было. Знаете, их как-то учат всегда разбирать. У нас очень редкие несчастные случаи от того, когда там солдат чистит оружие, разве же только он забыл там где-то чего. Это очень редко, учитывая, какое количество солдат постоянно ходит с оружием везде и повсюду. Так редко происходят несчастные какие-то случаи, что можно только восхититься этим. Я с большим удовольствием вас слушаю. Я знаю, что в детстве у вас были видения, вы иногда впадали в прострации, даже однажды в детстве на уроке физики вылетели из окна. Это до сих пор происходит? Я не имею в виду вылетание из окна. Ну, нет, не до такой степени, но вот то, что я вам рассказала, со мной происходят разные, разные очень интересные случаи. То есть я в принципе, в принципе, всегда открыта каким-то невероятным вещам. Я открыта, я готова это переживать, я этому верю. У меня, например, есть моя гадалка, которая мне сразу все говорит. Сразу говорит. Я этому сразу верю. Я не могу этому не верить. Потому что, когда вы приходите, например, и не говорите, кто вы, и вы просто ей звоните и говорите, я бы хотела к вам прийти. И вы приходите первый раз, и она раскладывает карты и говорит, ой, почему ты все время на виду? Что за профессия у тебя такая? Ты все время на людях. С одной стороны, я ничего не понимаю. С одной стороны, ты работаешь дома, с другой стороны, ты все время на виду. Что такое? Кто ты вообще? Как тут не поверить? Ну, как вы можете не верить этому? Я знаю, я читал, что ваш муж и дочь очень религиозны. В чем это выражается? Они не очень религиозны. Они просто религиозны. Они исполняют вот те заповеди, которые нужно исполнять. Они соблюдают шаббат? Да. Мой муж не ездит никуда в субботу, скажем так. И моя дочь никуда не ездит в субботу. Они не едят некошерные продукты. Вообще? Да. Если мой муж может позволить за границей съесть себе рыбу, то дочь – это катастрофа. То есть, она едет, либо она едет в Рим, где есть кошерные магазины, где есть кошерные отели, например, либо она везет с собой такие неподъемные чемоданы с какими-нибудь дурацкими крекерами, идиотскими какими-то, я не знаю. Это не перегиб? Слушайте, я не вдаюсь в это. То есть, ну, я, конечно, могу вдаваться в семейном, так сказать, запале, в что-то такое, но понимаете, какая штука? Как пел Высоцкий, но вот он перегиб и парадокс. Да. Понимаете, какая штука? Я наблюдаю молодое поколение в Израиле, и я вижу, что… Я не говорю об ультраортодоксах, которые там отращивают себе, там, эти самые… Я говорю о каких-то нормальных людях, которые там и адвокаты, и врачи, и преподаватели университетов, да, и они соблюдающие традиции. Люди… Я просто вижу их детей, то, как воспитаны их дети, и я вижу отвязных совершенно, как бы детей из других семей совершенно ни, ни к чему не и нет. И я понимаю, что в раннем возрасте и вообще, вот в молодости человек должен пройти некую школу осознания того, что над тобой есть инстанция более высокая, чем родители. Более высокая, чем учителя. И поэтому уважать учителей надо. Как говорил один мой знакомый писатель, израильский, он говорил, я, мой отец называл своего отца Аба Море, то есть переводится отец-учитель, отец-учитель мой. Я называл своего отца просто Аба, отец. Мой сын меня называет Йором по имени, а его сын, наверное, будет его подзывать щелчком. И в этом есть что-то. В этом что-то есть. Вы верите в гороскопы, я знаю, да? Ну, скажем так, я ни от чего не отрекаюсь. Мне это интересно. Мне интересно любое нестандартное, любое направление человеческой мысли. Дина, я очень благодарен вам за интервью. Мне с вами было безумно интересно. И мне с вами. Вы замечательная женщина. Спасибо, дорогой мой. Я напоследок, наверное, вы знаете, мне кажется, что вы о себе все знаете не только в прошедшем времени и в настоящем, но и в будущем. Вы знаете, сколько вы проживете? Думаю, что да. Я надеюсь, я надеюсь, что я проживу достаточно долго для того, чтобы еще что-то написать. И все-таки меньше, чем это требуется для того, чтобы впасть в маразм. Я очень на это надеюсь. Я надеюсь не пережить своих любимых людей, любимых близких. И я надеюсь, что меня благополучно, так сказать, опустят в могилу и не будут из этого делать большой какой-то кипиш. Мне бы так хотелось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!